Да, неспокойно сегодня в море, неспокойно. Первый день моего путешествия на Черное море. Значит, я в Лазаревском нахожусь. Сейчас вам покажу, какое море здесь. Прошел дождь, начался он где-то в 10 минут пятого, а сейчас у нас время 17 часов 5 минут. Ну, можно сказать, так что покатался я на волнах, но сейчас заходить в море очень опасно. Сейчас вам все покажу. Смотрите, какие волны. Красота-то какая. Ох, ничего себе, надо убегать. Да, судно вот туда подальше в море вышли. И еще вот здесь такое вот судно морское подошло. Таврида называется. Наверное, с Крыма. Нет, красиво, красиво, красиво. Пусть море грязное, но вот тем не менее. Все-таки какое-то разнообразие. А дождь небольшой был. Он всего шел, ну, от силы там 5-10 минут. Так что даже и не видно, что дождь шел. Все повысохло здесь. Это шубтропик, друзья. А вот чайки летают, смотрите. А вот там более-менее, вот смотрите, да, погодка нормальная, солнышко там светит. Ну, давайте чуть погуляем. По Лазаревскому море мы с вами посмотрели. Может, даже еще сильнее волна поднимется. Ну, там еще место красивое. Вот сейчас туда не пускают, но в ночное время туда пускали. Во всяком случае, позапрошлом году я был, туда пускали. Вот, колесо обозрения работает. Так, эта улица, она, кажется, называется Янтарная. Ну, да, ветерочек такой поднялся. Вот сейчас только что-то телевизор включил там. Говорят, в Краснодаре там какой-то шторм прошел. Или штормовое предупреждение было сильное. Ливень прошел. Так, не сильно прислушивался. Но зато я услышал, что в 48-м крае был рад. Ну, край-то мой Старопольский родной. А сейчас я в Краснодарском крае. Ну, все так же. Людей так же, не очень много. Все еще впереди. Я еще вечером сюда пойду. Если волна так более-менее успокоится, еще раз я любитель такой ночное время покупаться. Но вообще-то здесь это запрещено в ночное время. Я видел здесь такой трафаретик. И все равно попробуем. Попробуем сходить. Но я думаю, волна еще сильнее поднимется. Ну, видите, много мест пустых. Очень много мест пустых. Все-таки в полном объеме курорт еще не работает. А вечером здесь еще интереснее будет. Конечно, я еще ночную прогулку здесь совершу. Просто погуляю. Поройду по побережью. Я уже говорил, что мне вот Лазеревская нравится. Мне нравится этот курорт. Вот это еще мне место нравится. Здесь у нас, кажется, улица Павлова. Ну, я не местный. Могу перепутать там какие-то улицы или неправильно их назвать. Думаю, это вполне нормально. Так, ну, днем я уже здесь проходил. Вот что здесь мне понравилось. Вот. Это прям новинка. Лазеревский район, Сочи. Везде очки продаются, сувениры. Вот. То, что голодными не останетесь, я вам про это уже говорил. Это стопроцентно. Ну, давайте вот здесь пройдем. Здесь, кстати, у нас парк. Можем даже в парк зайти. А можно просто вот здесь по улице пройти. Ну, так скажу, что сегодня я и часовую пробежку здесь совершил. Ну, довольно-таки жарко было. Пока я на море сходил, пока там обустроился в номере. Город Сочи, район Лазеревский, улица Ковараж, 131, улица Павлова, 2. Значит, я не ошибся. Это улица Павлова. Мамушка пошла в сторону Кова. Все пусто, что-то закрыто. А может, вечером все откроется. Вот аквапарк. Взрослый 1000 рублей, детский 800. Целый день. Экскурсии. Аквапарк на Утилус. Я знаю, где это я там был. Позапрошлом году. Дельфинарий, Колизи. А вот уже, видите, парк. Давайте, может, вот сюда зайдем, посмотрим. Вот я где-то читал, что это колесо одно из таких больших у нас в России. Вот работает. Даже там вот кабинки кого-то вижу. Так, ну перешел я на эту сторону. Вот, даже солнышко уже вышло. В парк я сегодня не планирую идти. По одной причине, потому что там будет везде звучать музыка. Я не хочу получать там какие-то предупреждения, что я нарушаю авторские права. Вот по Павлову мы с вами погуляем сегодня. Просто пройдем здесь. Здесь у нас, значит, что? Разные магазинчики, павильончики. Такая, смотрите, лавочка красивая. Такая вот будет вечерняя-вечерняя прогулочка. Здесь что можно купить? Круги, купальники. Это такие плавательные разные приспособления. Шляпы, очки пола для плавания. Или для подводного ныряния, так скажем. А здесь сувениры. Смотрите, какие ракушки. Обалдеть, какие ракушки. Я таких даже и не видел. Смотрите. Какая красота. Ну, конечно, я домой, когда поеду, зайду в этот павильон. Наверное, на память что-нибудь куплю. Корзины продают. Это экскурсия здесь. Джипинг, аквапарк на Ути. Одежду продают. А там парк. На другой стороне парк. Вон, вплоть туда идет до улицы Адаевского. Вот такая у нас будет неспешная прогулка. Значит, время у нас уже к шести часам приближается. Время поужинать. Ужинать. А мы тоже туда. Мы вас пробуем. Ну, здесь что у нас? Столовая. Фазелис. Здесь что у нас? Пирожочки продаются. Рогалики разные. Ну, смотрите, даже вот видите, никого и нет. Вот там. Не видно, блин. Есть там несколько человек и вот здесь двое. Я же говорю, практически еще сезон в полном объеме здесь не открылся. Мало еще отдыхающих. Ну, возможно, там в августе кто-то приедет сюда. кто-то в сентябре. Самое лучшее время какие-то для меня это или конец августа или уже числа после 15 сентября. Бархатный сезон, когда начинается. В конце августа еще жарко, а вот бархатный сезон уже более такая приемлемая. Климатическая такая. Погода здесь уже не так жарко и море еще теплое. вся работа здесь только по сезону. Да нет, чача, коньяк уж точно мне не нужно. Смотрите, какие здесь экзотическая растительность. Ой, какая красота. собачка. Белый бим, черное ухо. Обереги по 100 рублей. Доски продаются. Акция. три доски по 100 рублей. Суши роллы. Это шашлычная, свинина. Здесь, видите, 119 рублей. Уже чуть подешевле. лаваши. Лаваши. Шаурма. Ну, так же везде. Как в любом курортном городке или поселочке. это столовая. Орешник. Вот открыто с 8 до 11 часов. Что я здесь обратил внимание? Я же рано сюда приехал. И вот где-то я в начале 9 начал здесь свою пробежку делать. Значит, где я был здесь? Значит, я по Интарной пробежал, по Калараш, потом по Речной улице, до реки добежал. Все Зуапсе она, кажется, называется. И везде начинают люди уже утром на море купаться. Идут на море они, а потом идут уже в столовые, кафешки и начинается здесь завтрак. Очень даже интересно, мне понравилось. Шубы. Да нет. Шубы уж точно сейчас не нужны нам. Здесь майки продаются по 350 рублей, по 600 даже рублей. Здесь детский. Ну, это вот все, парк здесь продолжается. Машины не ставить, въезд. А здесь очень оригинальный способ. Бутылку 5-литровую наливают, ставят и загораживают, чтоб никто не занял это место, не поставил машину. Ну, в общем, такая неплохая улица, мне понравилась. Даже, мне кажется, она получше спортивной, даже социалистической. А номеров много сдаются. Я вот так спрашивал, в трех местах за полторы тысячи, вот номер на двоих человек со всеми удобствами можно здесь снять. До Евского дойдем и там я вот тоже спрашивал. Да, пожалуйста, подходите. Даже во двор можно машину загнать. ведется видеонаблюдение. Сейчас везде ведется видеонаблюдение. Прямо удивили. Здесь уже по-хорошему по-приличному конус поставили. Это вот такие магазинчики одежды. Там много здесь магазинов. вот там впереди сейчас Адаевского мы пересекаем и там продают рыбу. Я в прошлом году был здесь и видел, что здесь рыбу продают. копченую такой рыбу. Я просто домой хочу взять. Сейчас мы с вами туда и дойдем. А, такие вот видите экскурсионные павильончики и там можете какую-нибудь экскурсию совершить. даже не павильончики а киоски они называются. А жилья очень очень много сдаются. Вот просто очень много. Я вот даже где я остановился на социалистической там улица Нахимова проходит параллельно Янтарной. Ну она такая тупиковая улица. Я вот просто прошел он вот везде сдается жилье. Здесь естественно у нас поезда курсируют, электрички. Так. А вход в парк он вот. Вот вход в парк. Смотрите. Парк культуры отдыха. Холодный лимонад, холодный квас. Ага, вот здесь. Вот здесь рыбу продают. Ну давайте вот дальше пройдем там улица Лазарева до Лазарева дойдем. Это такая вот трасса которая влево ведет на Туапсе а вправо в Сочи. А вот и рыба продается. И здесь еще вот справа такое место красиво здесь надземный пешеводный переход есть. Чучхели пастила вот рыбка продается вот видите рыбка какая по 300 по 200 по 350 вот куда можно поехать. А вот надземный пешеходный переход и пальма вот такое место красивое пальма вот сюда когда я чуть дальше отдыхал в Солоняках раньше туда ездил это 3 километра от Лазаревского и всегда вот обращал внимание вот пальмы здесь ну сейчас они видишь видите чуть-чуть начали посохнуть место такое здесь красивое ну и везде вот он на той стороне видите там будут такие павильончики и дальше что у нас будет дальше будет улица Калараш ну цикаты как поют это вообще красота да вот здесь самое наверное красивое место ну улицу Калараш я потом покажу так что вот так прошел можно сказать еще не прошел но пройдет первый день моего путешествия на Черноморское побережье Краснодарского края меня уже отговаривали да не езжай там штормовое предупреждение по Ростовской области и по Краснодарскому краю по Ставропольскому краю да ничего здесь же вот такая климатическая погода что дождь может пройти и тут же солнце выглянет и будет солнце светить и опять будет жарко тепло и все остальное ну вот пожалуй на этом и все друзья хорошего хорошего вам вечера вечером я еще одну прогулочку здесь совершу по Интарной по побережью пройду подышу свежим морским воздухом не 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 Продолжение следует...